Приветствую вас на своем канале. В этом видео мы с вами будем вязать вот такую ракушку-двустворку. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Замыкаем ее в круг. Делаем 4 петли подъема. И вяжем кольцом 8 столбиков с двумя накидами. Далее, не замыкая ряд, мы поворачиваем вязание и делаем 4 воздушные петли. 3 из них будут считаться за столбик с накидом и 1 воздушная петля между. Далее мы чередуем 1 рельефный лицевой столбик с накидом в каждую петлю основания предыдущего ряда и 1 воздушную петлю. Провязываем рельефный лицевой столбик, но не за тело столбика с двумя накидами предыдущего ряда, а за перемычку. Сделаем накид и вводим крючок вот в это основание и провязываем. Делаем воздушную петлю, снова делаем накид и теперь вводим крючок в следующую вершину насквозь и вытягиваем. Снова делаем воздушную петлю и провязываем следующий рельефный столбик. И так до конца ряда. Я провязала до конца ряда, у нас остались только петли подъема. Снова делаем воздушную петлю и заканчиваем ряд столбиком с накидом в воздушные петли подъема. Далее мы снова разворачиваем вязание, набираем 5 воздушных петель подъема. Далее мы провязываем 2 столбика с тремя накидами в эту арочку из воздушной петли. Делаем 3 накида и провязываем первый столбик и второй столбик в эту же арочку из воздушной петли. Далее мы вяжем рельефный лицевой столбик с тремя накидами за столбик предыдущего ряда. Далее снова вяжем 2 столбика с тремя накидами в арочку из воздушной петли. 1, 2 и рельефный столбик с тремя накидами. Заводим крючок за основание столбика, цепляем нить, вытягиваем и провязываем поочередно каждый накид. И так мы чередуем 2 столбика с тремя накидами в воздушную петлю и рельефный столбик с тремя накидами до конца ряда. И заканчиваем ряд столбиком с тремя накидами в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Далее разворачиваем вязание, делаем 1 воздушную петлю и провязываем столбики без накида в каждую вершину предыдущего ряда. 1 воздушную петлю подъема предыдущего ряда предыдущего ряда предыдущего ряда предыдущего ряда. Дошли до конца ряда и провязываем столбик без накида в воздушной петли подъема. Далее мы разворачиваем вязание и вяжем пятый ряд. Делаем одну петлю подъема и далее чередуем 3 воздушные петли и 1 рельефный лицевой столбик без накида в каждый третий столбик предыдущего ряда. Таким вот образом за заднюю стеночку. Снова провязываем 3 воздушные петли, рельефный столбик без накида в третий столбик основания предыдущего ряда и так далее до конца ряда. И заканчиваем ряд столбиком без накида в воздушную петлю подъема. Обрезаем нить, далее закрепляем нить и прячем кончики с помощью иглы. Я спрятала все кончики и далее нам остается только обвязать эту ракушку привычным нам способом, рачим шагом. Я показывала этот способ первым видео, я оставлю здесь ссылочку и под описанием к этому видео. Вот такая в итоге ракушка у меня получилась после того как я ее обвязала. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Следующий мастер-класс будет по вязанию офиуры. Всем пока-пока!